Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Сегодня у нас обзор дистиллятора Родник, который предоставлен интернет-магазином Русская Дымка. Что у меня есть сегодня в комплекте, после того, как я получил и распаковал аппарат. Собственно, сам аппарат состоит из колонны холодильника, имеет довольно компактные размеры, блестит. При рассмотрении сварные швы выглядят хорошо, сделаны аккуратно, отшлифованы. По качеству изготовления претензий нет. Следующая по влажности часть это бак. По заявлению производителя, бак подходит для всех видов нагрева, для индукции, газа, керамики, электрических плит. Имеет объем 15 литров. Это значит, что с учетом осторожного подхода, чтобы у нас ничего не выгибло, мы сможем за раз перегонять до 12 литров браги. Кроме того, в комплектации имеется термометр, термометр механический, устанавливается в сам бак. Также имеется дивертор, переходник на любой современный смеситель, который можно прикрутить и прямо с него подать водоохлаждение в нашу систему. Имеется пара силиконовых шлангов для подвода охлаждения к нашему аппарату. Есть прибор, спиртометр бытовой, который позволит нам контролировать наш процесс от 20 до 90. В первом приближении его возможностей хватит. Тем же, кто захочет больше времени и сил осветить своему хобби, я рекомендую приобрести набор из термометров ФСП-3. Их три штуки и они покрывают диапазон от нуля до максимальной крепости продукта. Также в комплекте идет инструкция с картинками, где кратко и ясно все расписано по процедуре работы с аппаратом. Также совмещенная с гарантийным талоном. Гарантийный талон устанавливает гарантийный срок на 7 лет с момента продажи. По-моему, это хорошая заявка. Замечательный бонус. Книжка «Вино и самогон. 101 рецепт». Кроме того, что здесь есть масса рецептов на любой вкус, здесь хорошо расписан сам процесс подготовки, браги, перегона. Первая перегонка, вторая. Что, зачем, почем. Для вдумчивых пользователей аппарата, я думаю, настоящий мастхеф. Ну и лентафум для гидроизоляции всех соединений, ежели это потребуется. Аппарат на бак устанавливается через силиконовую прокладку. на 6 шпилек и укрепляется гайками барашка. Просто, понятно, быстро. Чем интересен аппарат? Аппарат интересен массой режимов, в которых он может работать. Первый из них — это режим получения спирта сердца из праги. Вот в этой ситуации мы подаем охлаждение только на холодильник. Снизу вверх включаем наши шланги. Вода заполняет холодильник, даем нагрев и на выходе имеем спирт-серец. Шланги силиконовые крепятся на прямую к аппарату без какой-либо фурнитуры. Соответственно, вниз мы подаем воду сверху, мы ее забираем и отправляем в сток. Второй режим. Режим второй перегонки — режим максимального укрепления. В этом режиме мы охлаждение изначально подаем вот сюда, на менди флегматор. Вот таким вот образом. При этом подключении максимально холодная вода конденсирует часть флегмы, которая возвращается обратно в колонну. После этого такой вот перемычкой воду с менди флегматором подаем вниз в холодильник и уже оттуда отправляем в наш сток. При таком подключении максимально возможное количество флегмы будет конденсироваться в менди флегматоре, возвращаться обратно в колонну и на отбор будет проходить максимально крепкие фракции. Рекомендую для перегона сахарной браги. Другой режим — второй ровной перегонки, который подойдет для ароматных браг, для фруктовых, для зерновых. При этом режиме меняется подключение. Воду мы изначально подаем на холодильник, она поднимается, отрабатывается ее, прогревается и уже немного подогретая попадает на менди флегматор и уходит в сток. В таком режиме менди флегматор пропустит в отбор больше ароматных фракций из нашей браги. При помощи нескольких опций функциональность аппарата может быть расширена другими режимами. Первая из них, о которой я хочу рассказать, это такая вот чашка ароматизатора. Она выживается в горловину бака, дополняется отдельной прокладкой для герметизации. Может быть заполнена ароматическими добавками. Сухофрукты, группа кедровых орешков, медовые соты — что угодно на ваш вкус. И далее по схеме второй дробной перегонки перегоняем серец, попутно ароматизируя его содержимым в нашей аромокорзине. Следующая возможность — мы можем использовать бак в качестве бродильной емкости. Для этого уже в качестве дополнительной опции родник комплектуется фланцем, предназначенным для установки гидрозатвора. Вот таким образом. Брага может бродить прямо в кубе аппарата без дополнительных емкостей. Для дополнительного укрепления можно приобрести, и я рекомендую это сделать, насадки Панченкова. Это металлическая сетка, которая сворачивается в такой вот плотный рулон, устанавливается в колонну аппарата, в колонну может войти как минимум три рулона. Как-то работает. В режиме второй дробной перегонки, когда мы подаем охлаждение на менее дефлегматор, флегма возвращается в колонну и орошает насадку Панченкова. Сверху стыкает холодная флегма, снизу поднимается горячий пар, начинается тепломассообмен. Флегма испаряется заново, конденсируется заново, и через некоторое время в колонне устанавливается динамическое равновесие, при котором легко кипящие фракции устанавливаются ближе к верху колонны, тяжело кипящие фракции спускаются вниз. Таким образом мы можем медленно отбирать головы и после того, как головы отобраны, заполучать наш продукт более высокой крепости, а значит более чистым. Еще одна удобная опция, о которой я хотел бы рассказать, это попугай. Вот таким образом он выглядит. Я могу подключить его к продукту. Продукт будет капать, заполнять наш попугай. В него мы опускаем наш риометр. И забирая продукт с выхода, мы всегда можем контролировать его крепость в данную секунду. Это позволяет точнее начать отбор хвостов. Допустим, если вы решили, что в хвосты вы отдадите все, что крепость ниже 50 градусов. Дождались 50 градусов, сменили приемную емкость, начали отбор хвостов. Итак, друзья, какие выводы я могу сделать из этого обзора? Аппарат родник отличается компактностью, невысокой ценой, обилием дополнительных опций, пятью режимами использования, хорошей комплектацией, а также интересным устройством, не свойственным для аппаратов невысокого ценового уровня. Это колонна пленочного типа, что выгодно отличает его от аппаратов сухопарника. А каков он будет в работе, скоро посмотрим, проведем тест, сравним со старшим братом аппаратом ВИИ. Не переключайтесь, вы на канале Русская Дымка. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь и ставьте лайки. Здесь интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...